8 марта, да, 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 мы этот праздник, наша церковь не пропускает, для того, чтобы позволить Богу что-то сказать, да, нашим сестрам, мамам, бабушкам, сестрам, дочерям, внучкам, и я думал, как бы поздравить наших сестер, ну, в прошлом году я читал свои стихи, оду, посвященную женщине, вот, я периодически выставляю ее на своей странице, а сегодня я, знаете, мне прямо это пришло, я прямо это увидел, я вспомнил, что кто-то, наверное, знает и слышал про пастора Павел Плохотин, он приезжал к нам из Днепропетровска, очень благословенный пастор, и проводил у нас семинар, который назывался «Сердце отца», ну, там про Божью любовь, и нам было очень хорошо вместе, мощное служение было, ну, это автор тысячи песен, то есть Павел Плохотин настолько продуктивный, что у меня вот долгое время в машине у меня играла музыка только Павла Плохотин, только его песни, такое многообразие, да, и вот, ну, там, ну, как бы, он творческая личность, а кто-нибудь слышал про Гешу Ушевца? Слышали? Хороший поэт? Вот Алина закатила глаза, ну, я с ней абсолютно согласен, потому что Геша Ушевец, это какой-то в моем представлении запредельный просто поэт, который всегда писал просто какие-то небесные, фантастические, никто даже не сомневается, что это стихи, полученные прямо с неба, потому что это реально лилось просто с него, и вот Павел Плохотин полетел, Геша Ушевец уже давно уже живет в Америке, он улетел туда, и Павел Плохотин решил его посетить, и как-то я вижу на странице у Паши Плохотина такое видео, он прилетает, наконец, в Америку, его пригласили туда на пасторскую конференцию, он приходит к Геше в гости домой, и там такая картина, Павел стучится в дверь, Геша ему открывает. «О, Паша приехал!» Ну, он всегда такой, знаете, под сильным воздействием Святого Духа. «Заходи, я здесь, вот у меня здесь, вот там в караоке тоже такой большой телевизор висит, и там в караоке Виктора Цоя». Знаменитая песня, которая просто раньше звучала гимном, знаете, этот поэт, очередной поэт, да, он чувствовал приближение войны, и в его песнях поются вот это, да, «Группа крови на рукаве», да, «Мой порядковый номер», и что кровь льется, и что кому умирать молодым, и вот такие песни, которые вот буквально вот так, а это было еще, он писал эти песни в 90-х годах, в далеких 90-х. И Геша поет эту песню, говорит, «Паша, давай вместе споем». А у кого в кармане книжка, а у кого в кармане книжка «Новый завет», значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. И они с Пашей вот так поют. И я сегодня, знаете, вот я хотел сестрам сегодня подарить цветы, да, мы каждый год дарим цветы, у нас есть хорошая такая традиция, подарить книжку «Нового завета», и мы вместе сейчас споем эту песню, потому что эта песня, она будет нашей, нашей такой визитной карточкой, да, нашей церкви. Вы знаете, я получил, то есть Геша Ушавес, чем он занимается? Он занимается тоже хасистским творчеством, он тоже, как и я, берет какую-то известную песню, переделывает она на христианский лад. И сегодня мы, ну, я эту песню не знаю, как писал, я только услышал вот эти строчки, но с посыла Геши Ушавца я написал эту песню, пришли стихи, тут же сразу, да, как всегда, за пять минут, и тоже по Евангелию, да, держите обязательно книжки. Вот у меня, у меня в руке книжка «Новый завет», потому что вот, ну, из песни слов не выкинуть. Давайте мы все вместе встанем, споем эту песню, которая просто, я верю в то, что она ляжет в ваши сердца, кое-что провозгласим в нашу жизнь. Это песня евангелиста, да, как я ее назвал. Евангелист ходит по земле с книжкой в руках, предлагает Евангелие, предлагает спасение, но вот часто его никто уже не слышит. Но все-таки есть люди, которые в этом нуждаются, аминь, нуждаются во спасении. Мы готовы? У нас есть музыка, у нас есть слова. И вот представьте, Геши Ушевец, подарок от Геши, Ушевца и от Геши Ни, Ушевца, да, потому что меня зовут Геши, у меня фамилия Ни, ну, получается, что от геновцев, да, сегодня подарок такой. Поехали! Сижу и смотрю в чужое небо из чужого окна, И не вижу ни одной знакомой звезды. Я ходил по всем дорогам и туда и сюда, но никто не хочет слышать меня, даже ты. Но если есть в кармане книжка новый завет, значит все не так уж плохо. На сегодняшний день, и билет на самолет серебристый, что взлетает, заставляет в земле лишь день. А Христос захотел быть виноватым без вины, Кровью сныл весь наш грех и дал нам новую жизнь. Ты прими его любовь и спасение, прими, призови его имя, вознесись в небо, высь. Если есть в кармане книжка, поднимите повыше новый завет, значит все не так уж плохо. На сегодняшний день, и билет на самолет серебристый крылья, Что взлетая, оставляет в земле лишь день. Ахристос захотел быть виноватым без виноватым без виноватым без виноватым без виноватым. Аллилуйя! Господь благословит наших сестер сегодня, Господь очень. Через это видео, пусть эта песня распространится, станет христианской. Потому что, Господь, мы и сегодня держим эти книжки, Новый Завет, такая маленькая книжка, Но которая несет столько счастья, столько радости. Это Новый Завет, это радостная Евангелие, это благая весть. Благая весть для кого-то. Спасибо тебе за наших прекрасных благословенных сестер, Которые Господь в нашей церкви, во всех церквях, Которые из тела Христова сегодня, которые есть невеста Христова, Которые в этом помазании становятся такими прекрасными, еще более красивыми. И вы знаете, куда сегодня парни идут? Даже с мира, чтобы найти себе невесту или жену. Как это ни странно, они идут в церковь, потому что они знают, что там нормальные жены. Там только, там можно найти чистую невесту, сохраненную. А мы тут, пятная порока, только там, только церковь Христова. И дай Бог, чтобы эти парни пришли не только за женой, но пришли также за спасением. Благослови Господь, Аллилуйя, Отец. Еще и еще раз, наши сестеры, мы молились вместе во имя нашего Господа Ишуа Машех, во имя Иисуса Христа. Будьте благословенны, сестры, если согласны, скажите аминь. Вам понравилась песня? Это вам понравилось.